Приветствую вас. Вообще говоря, выглядит все так, что сестра, повторяя за вами, делает то же, что и вы, но это связано с тем, что она с вами конкурируется и сревнуется. Вот. То есть, хочет доказать, что ничем не хуже вас. Вот. Это нормально. Так часто достаточно бывает среди людей. Вот. Важно немножко другое. Важно постараться понять, чем вас это раздражает. И почему в результате у вас пропадает желание что-то делать. Вот это довольно важный момент. Потому что это связано с тем, как непосредственно вы воспринимаете то, чем занимаетесь. Вот. Это связано с тем, как непосредственно вы воспринимаете то, что делаете и насколько вы это делаете искренне. Да. Насколько вы отдаётесь этому делу. Вот. Насколько вы осознаёте то, что вам это интересно и так далее. То есть, опять же, вы, по моим ощущениям, не описываете причины своего состояния. Вот. Вы не описываете того, как конкретно, да, как вы пришли к тому, что вот раздражаетесь к тому, что вас это напрягает, опускаются руки. Вот. Вы пишите, что строят ваши отношения приятельские. И, в общем-то, я не вижу в этом ничего дурного в том, что у вас приятельские отношения. Вот. Не думаю, что у вас обязательно должны быть более близкие отношения. Особенно, если вы этого не хотите. Вот. Так что, опять же, не совсем понятно, для чего вы написали про то, что у вас приятельские отношения с сестрой. Вот. Если вы хотите большего, то что вы для этого делаете? Если вы не хотите большего, то почему у вас это беспокойство? Вы также можете поговорить со своей сестрой и прояснить моменты, связанные с тем, что она вас копирует, да, вот, и прояснить всё. Но это не решит вашу проблему. Проблема того, как вы это воспринимаете негативно. Проблема того, что вас это волнует. Проблема того, что вас это тревожит. Эту данную проблему не решит, потому что она, проблема находится в вас. И, соответственно, вам эту проблему нужно решать. С сестрой она не связана никак. Кроме того, что вы, может быть, боитесь конкуренции, может быть, боитесь того, что сестра будет чем-то, может быть, лучше вас. Вот. Ну, это, опять же, это, опять же, как бы, больше такие локальные моменты. В целом, в целом, то, что вот интересует непосредственно меня, вот, это то, значит, как вы приходите к тому, что негативно воспринимаете тот факт, что сестра вас копирует. Вот. Чем вас это напрягает? Здесь нужно не советовать вам что-либо. Здесь нужно разбираться. с проблемой, да, здесь нужно смотреть, как вы к этому приходите, и уже, исходя из того, как вы к этому приходите, действовать, работать с вами, вот. Может быть, вы чувствуете вину перед своей сестрой. То есть, для вас тот факт, что она за вами повторяет, означает, что вы успешнее, чем она, и, соответственно, как бы, ну, вот, вам это неприятно. Может быть, глядя на то, как она делает, вот, какие-то вещи, да, ну, ладно, повторяю. То есть, вы видите, вы видите, ну, данный аспект тоже, то есть, вы видите то, что она делает, как бы, вы видите возражение себя, и вам это неприятно. Это неприятно. То есть, здесь вскрывается то, как, как вы воспринимаете сам, сами себя. Ну, может быть, проблема только в этом. Если честно, то мне кажется, именно второго больше, чем первое, потому что первое, все-таки, маловероятно. По моим, ну, по моим ощущениям первым, а, куда менее вероятно, чем старое, вот второе, более вероятно, потому что. Ну, я думаю, если бы проблема была вот такая, да, какой, вот, ну, например, я описывал, то, вы бы, ну, вернее ли, по другому, немножко, ну, вот, что касается первого случая, то есть, вот именно то, что касается того, что вы испытываете чувство вины за успех. Я не думаю, что вы, что это ваш случай, а вот то, что таким образом проявляется, вот, то, что вы не принимаете себя, да, вот, в какой-то степени, это вот куда более реально, вот, ну, опять же, вам, вам крайне желательно это признать, вот, признать, эээ, то есть, о себе наличие проблем, вот, эээ, потому что только так, через, эээ, признание о проблеме можно что-то решить и можно что-то сделать, вот, если проблемы не признавать, да, то, эээ, то пытаться будет ухудшаться, конечно. Вот, эээ, ну, наверное, на этом можно было бы закончить, эээ, то, что я хотел вам сказать, да, В принципе, исходя из того, что вы написали, я думаю, что это исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Мы занялись в ваших отношениях со сестрой, со семьей, вот наша работа с вами, как это вас волнует, беспокоит и тревожит и чем. Вот, и соответственно, там уже будет более понятно, что конкретно, какая у вас проблема. Самое главное, что люди не сделают, это постараться вам проследить за своим развращением, посмотреть на него, посмотреть на него, проследить за ним, вот, ну, к чему оно восходит, по вашему изображению, потому что это же тревога, вас тоже тревожит. Вот, а значит, вы чем-то видите угрозу, вот, и соответственно, угроза должна быть устранена, ну, не всегда, к счастью или к сожалению, угроза уклоняется через физическое устранение. Вот, вы можете, это может указывать, в принципе, в принципе, на ваши слабые места, вот, на ваши уязвимости, это может указывать, и соответственно, задача наша, наша с вами заключается именно в том, чтобы помочь вам свою уязвимость и понять, и научиться ей пользоваться, то есть, превратить свою слабость в силу, да, вот. Это то, что нам с вами можно сделать и нужно сделать. И, это то, что этоkward массовый загонбет. А, сделаюared Indeed Сloven, например, на данный ответ. В принципе, я надеюсь, что память вам, надеюсь, что это было интересным, надеюсь, что видишь себя что-то новое, а увидите том, что говорю я и мои коллеги, ну а мы вам поможем. Удачи вам, всего самого доброго!